Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вот. Видите, какой запах? Тут дышать нельзя. Предпринимательство с душком. Житель Гостогаевска развернул целую ферму во дворе частного дома. В итоге животные страдают, а соседи жалуются. Пляжное радио вписывается в новую концепцию нашего ребрейдинга общей территории. На одной волне с отдыхающими. Анапа-Регион расширяет границы. Теперь мы вещаем на пляжах и дарим апельсиновое настроение. У нас все деревья побелены, все везде покрашены. Дом начинается со двора. Как местные жители облагораживают свои придомовые территории и получают за это деньги? О санитарных нормах не слышал, на добрососедские отношения наплевал. Сегодня состоялся большой комиссионный выезд в станицу Гостогаевская по жалобе местных жителей. На улице Советской на обычном приусадебном участке расположилась животноводческая ферма. Большое поголовье содержится в неподходящих условиях. Соседи фермера страдают от удушливого запаха и антисанитарии. Вот сюда заходите как раз. Мы бы уже сделали забор, но тогда еще будет войнизма лучше и хлеще. Вот. Видите, какой запах? Тут дышать нечем. Вот тут у него, вот она три года, скотина, ни разу не убиралась, ничего. Я говорю, нам еще везет, у нас иногда ветер не с той стороны. А вот той бабушке вообще каранты. Куры, утки и коровы с новорожденными телятами – казалось бы, вполне естественная картина для Гостогаевской. Вот только все хорошо в меру. Когда приусадебный участок превращается в ферму, а кустарное производство отравляет жизнь людей, о деревенской идиллии говорить не приходится. Шесть лет назад у него стадо стало от 30 до 40 голов. И вот навоз он убирает только по просьбе уже нашей администрации. Один раз в год вывозит. Вывозит. Олег Владимирович, вы подойдите, расскажите, сколько раз вы тут бываете, чем вы занимаетесь, что бонов, кого вызывали, кому сообщали об этом. Ну это жители же наши. Решение комиссиона выехать на улицу Советскую в Гостогае было принято на совместном приеме депутата Госдумы, спикера Краевого парламента и главы Анапы Юрия Полякова. Вопрос вышел на такой уровень, потому что законодательство не дает четкого ответа, как обязать фермера соблюдать санитарные нормы. Должны разработаны быть четкие правила благоустройства или содержания крупнорогатого скота. Если мы рассматриваем сельскую местность и у тебя есть соседи, ну пожалуйста, держи три коровы, если тебе это по душе, это замечательно. Но когда у тебя на территории на 20 сотках с назначением ИЖС находится 44 крупнорогатого скота и навоз вывозится раз в год, я думаю, что никакому соседу это на самом деле не понравится. Штрафы не действуют, взывания к совести тем более. Посмотрите только, в каких условиях содержатся животные. Рой мух, грязный канал через двор. По нему, кстати, все благополучно стекает на соседский участок. Я везду не мог садить, да, картошку. Часть посадил, а часть, когда высохла земля более-менее. И там ура прорыва пришлось, лопатой заравнивать. В общем, проблемы. И запах бесконечный. Вот это там стоит лужа с зимой, а окна не откроешь. А еще соседи держат в страхе огромный ангар с сеном. На палящем солнце он может вспыхнуть от любой искры. В общем, вопросов к фермеру много. Даже по нормативам, вот, а надзор говорит по земельному участку, это большое количество, поголовье надо уменьшать. Существуют нормы уборки, вы должны убирать каждый день. Обращаюсь ко всем службам нашим, которые на Анапском районе, уделить внимание Бонову. Так продолжаться не может. Он использует все, электроэнергия, доильные аппараты, все. Это просто среди дворов жителей находится ферма. Бонов этого не понимает. Он ищет более дешевые о пути реализации молока. И обратить внимание на всю его продукцию. И вас просто очень прошу и рекомендую вам заняться этим вопросом. Выход такой – снижать поголовье скота или переселять его на земли сельхозназначения. Муниципалитет готов изыскать подходящий участок. Инновационный военный технополис «Эра», который строится в Анапе, проинспектировал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он осмотрел военный комплекс и распорядился сдать объекты уже к сентябрю текущего года. Строительство первой очереди объекта уже на стадии завершения. Здесь будут располагаться научные и образовательные организации, опытное производство и испытательный полигон. Всего комплекс занимает 17 гектаров. Уже в июле на службу должны заступить 4 научные роты. Это около 200 специалистов. Для военных здесь создали все условия. Сотрудников обеспечат жильем. Штат технополиса уже укомплектован на 100%. Министр обороны отметил, что все строительные работы ведутся согласно графику. Откроется «Эра» уже этой осенью. А на полную рабочую мощность «Технополис» выйдет в 2020 году. Наша телерадиокомпания расширяет горизонт и вещание. Теперь и на центральных пляжах в Анапе, Витязево. Гости и жители курорта могут услышать музыку хорошего настроения. Сегодня все отдыхающие смогли принять участие в празднике, посвященном презентации нового проекта и получить заряд апельсинового настроения. Подробности в материале. Обновленные пляжи Анапы принимают гостей. В этом сезоне цвет курорта белый. Именно в этих тонах оформлены территории, которые стали более комфортными и доступными. А вот настроение теперь будет задавать пляжное радио. Новый проект телерадиокомпании «Анапа-регион». Пляжное радио вписывается в новую концепцию нашего ребрейдинга общей территории. Проект стартовал впервые этим летом на двух самых больших пляжах – Центральном и Витязевском. Время вещания ежедневно с 8 утра и до 7 вечера. Люди, которые приходят на пляж, не приходят прежде всего отдыхать. И поэтому мы, открывая пляжное радио, учли все эти моменты и тот же контент музыкальный подбирали с этим учетом. Это мелодичная, красивая, гармонирующая с морем музыка. Ну, помимо этого, у нас будут информационно-рекламные блоки, где мы постараемся довести полезную информацию. Ну, и, конечно, сказать о том, что, где и когда будет происходить интересного в Анапе. Здесь есть исторические рубрики о том, почему, например, Анапа называется Анапой. Есть рубрика по названию «Улиц город», потому что очень многие отдыхающие, да и анапчане, не знают историю улиц города. И, конечно же, есть рубрика, медицинская рубрика, называется она «Отдых без проблем». И надеемся, что он от тех, кто будет отдыхать в этом году. В замечательном городе, курорте Анапа, отдых будет действительно без проблем. Не случайно символом пляжного радио стал апельсин, который дарит заряд бодрости и хорошего настроения. И сегодня на презентации проекта все желающие смогли испытать на себе действие этого жизнерадостного фрукта. Пляжное радио. Отдых, как песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дети и взрослые от души наслаждались сочными фруктами, которые так похожи на анапское солнце. А в завершение всех маленьких участников ждала шоу-программа с пиратами и русалочкой. И, конечно, подарок на память – аква-тату с логотипом пляжного радио. Вообще неожиданно, да. Вот так вот вышел на пляж, а тут-то вот все так интересно для деток. И фотографировать с аниматорами, и они с ними играют, и подарки раздают. Все очень хорошо. Мне этот праздник очень понравился. Спасибо пляжному радио за такой праздник. Апельсиновое настроение – один из подарков от нашей телерадиокомпании слушателям. Ирина Меркурьева, Михаил Григорьев. С музыкой у моря. Анапа. Регион. Чистый двор – уютный дом. В Анапе стартовал марафон благоустройства придомовых территорий «Самый уютный дворик». В нем принимает участие 19 территорий в городе и сельских округах. Победители получат денежные вознаграждения на дальнейшее благоустройство дворов. От этой клумбы нельзя отвести взгляд. Фиалки, бархатцы, розы, петуньи – всех сортов не перечесть. Пять лет назад на этом месте была сухая трава и строительный мусор. Все изменилось, когда в этот дом на Лермонтово-121 переехала Валентина Ежова. Благодаря ее усилиям заброшенный и неухоженный двор малосемейки превратился в настоящий зеленый оазис. Я очень люблю цветы. Когда я пришла, тут был мусор и свалка. Вот я все это выгребла и попросила земли, привезли. И коммунальщик, правда, привез землю. И мы ходили на Красную площадь, просили, чтобы как раз там была земля, чтобы нам этот прораб привез земли. Он привез нам земли. Просто так, за пирог я ему спекла пирог, и он привез земли. Большую помощь любительницы цветов оказывают органы территориального общественного самоуправления. Благодаря совместным усилиям по соседству установили спортивную площадку, поставили урны и лавочки. Этот двор соответствует всем требованиям муниципального конкурса «Самый уютный дворик». Поэтому решили участвовать в проекте. В 2015 году участвовали тоже лучший дворик, победили третье место завоевали, поставили лавочки во дворе. Купили на эти деньги же туи, барбаис, ели. Ну, много таких цветочков вот купили. Ну, усилием, помогаем, поливаем, белим, как сказать, красоту наводим. Еще один участник конкурса – двор дома номер 2 по улице Чехова. Пышные клумбы, ухоженная территория. За порядком здесь следят почти всем домом. Детские площадки никогда не пустуют, а в тени деревьев можно спрятаться даже в самую сильную жару. Одним словом, образцовый двор. Здесь у нас очень много энтузиастов. Швец Валентина Григорьевна, Еремина Любовь Дмитриевна, Ольхович Мария Марковна. Они, которые следят не только за своей территорией около УКОН, но и за территорией всего, ну, всей дворовой территории. У нас вот субботник когда был, дети даже выходили на субботник. Видите, у нас все деревья побеленные, все везде покрашено, все хорошо выходили. Муниципальный конкурс «Самый уютный дворик» проходит в Анапе уже несколько лет подряд. За это время сотни придворовых территорий были облагорожены и озеленены. Первый этап конкурса завершится 1 августа. Окончательные итоги подведут в сентябре. В День города победителям вручат благодарности, почетные грамоты и денежные вознаграждения на дальнейшее благоустройство территорий. В Анапском филиале Московского государственного педагогического университета подвели итоги спортивных мероприятий за последний учебный год. На протяжении 10 лет студенты МПГУ занимают первые места в двух спортакеадах по игровым и военно-прикладным видам спорта. Грамотами и медалями отметили достижения самых активных студентов, а выпускники прошлых лет рассказали о своих спортивных победах молодому поколению. Спортивный бал стал для студентов МПГУ одним из любимых мероприятий. По словам педагогов, здоровый образ жизни всегда был в приоритете у студентов университета. За 20 лет копилка спортивных наград только пополнялась, а молодые команды по сложившейся традиции занимали лидирующие позиции по всем видам спорта. Вот этой командой и многими другими командами, именно университетскими мы объездили по России по разным поводам. И спасибо вам, Илья Анатольевна, спасибо вам, Илья Анатольевна, за то, что жизнь в университете была именно жизнью, жизнью интересной, и осталась у нас в памяти и в сердцах, как один из прекрасных моментов нашей жизни. И сейчас в МПГУ есть свои активисты. Шаену Манукяну вручили целых четыре благодарственные грамоты, две из которых за организацию и подготовку соревнований. Как говорит сам студент, спортом занимается на уровне любителя. В предпочтении армрестлинг, воркаут и тяжелая атлетика. Однако Шаен с удовольствием принимает участие в командных состязаниях. У нас очень дружный, так сказать, спортивный коллектив. Мы все друг с другом взаимодействуем очень хорошо. Неважно, участвуем или не участвуем в соревнованиях, у нас филиал, в общем, сам по себе дружный. Это здорово, когда ты защищаешь честь своего университета, занимаешься спортом для себя, когда это ценится. И тебе хорошо, и остальным тоже приятно. Более 25 человек ежегодно отстаивают честь вуза в городских соревнованиях. Как отмечают студенты, призовые места им помогают занять профессионализм и поддержка наставников. Участвую в спортивных мероприятиях. Это очень сближает. И мы уже не просто преподаватели-студент, а практически друзья и даже где-то родственники. Потому что на том же мероприятии, как туристический слет, мы там проводили по три и более дней. То есть мы ели, спали, выступали на всех соревнованиях. Все это было вместе. За год студенты МПГУ принимают участие более чем в 20 спортивных состязаниях. Администрация Анапского филиала МПГУ за плодотворную работу благодарит своих коллег. Управление по физической культуре и спорту, управление по делам молодежи, Центр военно-патриотического воспитания «Ратмир», детско-юношескую спортивную школу «Виктория», муниципального образования «Город-курорт Анапа». Преподаватели уверены, с каждым новым учебным годом результаты студентов будут только улучшаться. 2018 год – юбилейный год для Анапского филиала МПГУ. С 18 июня приемная комиссия университета ждет выпускников школ и средних специальных учебных заведений. В этом году учиться на бюджете смогут более 200 студентов. В МПГУ начинается путь к успеху. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Вчера сборная России завоевала еще одну победу на чемпионате мира по футболу. Наши спортсмены во втором туре встречались со сборной Египта. Исход матча точно спрогнозировал Кит Пузырек из Анапского дельфинария. Белуху прозвали «Черноморским оракулом». Это уже его второе точное предсказание. Сначала Пузырек напророчил победу сборной России в матче с Саудовской Аравией. Из двух мячей с флагами стран-соперниц млекопитающая выбрала именно тот, что с российским триколором. Второй раз накануне перед матчем России-Египет белухи вновь предложили сделать свою ставку. И снова Пузырек выбрал мяч с российским флагом. Кстати, выбор в пользу России сделал и дельфин. Вот такие хвостатые предсказатели живут в Анапском дельфинарии. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...